Привет, девочки и мальчики! Сегодня у нас будет видео про сумочки. У меня задали такой запросик в комментариях. Чувствую себя прям как в начале своей карьеры блогера, когда люди писали комментарии и просили снять видео на какую-то тему. Все новое, хорошо забытое, старое. Меня попросили снять видео про коллекцию моих сумочек. Она у меня небольшая, но они у меня есть. И есть что про них рассказать. Поэтому сегодня будем смотреть мои сумки. Я буду вам рассказывать о них. Начну с самых стареньких и заканчиваю самыми новыми. Первая сумочка, которая у меня есть, еще это не сумочка. Это косметичка. Я очень улыбаюсь, потому что эта косметичка была подарена мне еще в годы моей молодости в институте. Мой одногруппник мне подарил на день рождения. Его мама занималась косметикой Алифлейм. В этой косметичке раньше были тени и помады с одной стороны и с другой стороны тоже что-то было. Тут есть еще зеркало. С тех времен уже прошло много времени тени. Естественно, я уже все выбрасывала. Но косметичка это осталась. Мини сумочка. Мне очень нравится с таким вот ремешочком. Может куда-то на дискотеку ходить, хотя я туда не хожу. Но я ее оставила. Мне очень нравится. Такая классная. Очень ее люблю. Просто как память о студенчестве. Следующая сумочка это тоже подарок мне на день рождения от моего брата и его жены. Он у меня когда-то работал на фабрике кожаных изделий. И они мне подарили сумочку. Вот такая прикольная сумка. Синего цвета. У моей мамы точно такая же, только коричневая. Ей подарили под куртку. У меня была синяя куртка. Мне подарили такую сумочку. За таким декором пушистым. Она самая простая, ничем не примечательная. Но у нее очень плотная кожа. И где-то Бонни уже успела мне ее поцарапать. В средине у нее есть вот такая заклепочка. Еще есть заклепочки здесь. Если много чего наложить. В средине сумочки имеется вот такой кармашек. Я так понимаю, а он тоже на вот этой кнопочке. Где-то в средине он крепится. Можно класть сюда ключи или деньги. Но я им не пользуюсь. Мне неудобно. В средине нет ничего кроме дна плотного. Поэтому лучше сюда использовать, конечно, какую-то вторую сумку. Знаете, есть такие вкладыши для таких сумок. Я с ней некоторое время ходила. Но так как я очень тревожный человек. И я переживаю, чтобы мне сумки ничего не вытянули. То я ее пока не ношу. Но думаю, на зиму надо будет ее пару раз носить. Ей уже года три точно. Но тем не менее, она у меня лежит. Как и память. И просто в ней, знаете, что удобно хранить в шкафу что-то. Потому что она держит форму и служит как такой органайзер. Следующая сумочка. Слушайте, а следующая сумочка это тоже подарок мне на день рождения. Как так получилось? Эта сумка была подарком на мой предыдущий день рождения. Эту сумку подарил мне Саша. Я хотела сумку чемоданчик. Знаете, какой портфель. Но ничего похожего не было. Мы пошли с ним на рынок. В одну нашу точку, где мы часто скупались. И выбрала я себе вот такой чемоданчик. Вы его часто видите в моих влогах. Он у меня самый любимый. Очень его берегу. Он, конечно, уже такой потрепанный немножко жизнью. Где-то ручка потрескалась. Где-то еще какие-то нюансики. Но, тем не менее, у него очень плотный заменитель. И очень такая она добротная. Мне нравится средний размер. Мне нравится, что она серая. Этот чемоданчик можно носить за одну ручку. Можно делать большую ручку. А также как рюкзак. Тут есть две шлейки. И они цепляются вот так, как рюкзачок. Стоила она не очень дорого. Я, кстати, ее показывала в моем влоге. Но, тем не менее, она у меня есть. Мне тоже очень-очень нравится. Такая минималистичная сумочка получилась. Очень красивая. Раньше я меняла часто сумки. Потому что они были очень плохого качества. И не очень мне заходили. Я не могла долго с ними ходить. Сейчас я стала немножко иначе относиться к сумкам. Не без помощи Саша. Он мне немножечко вдолбил голову, что все-таки нужно покупать качественные сумки. И они прослужат немножко дольше. И я стараюсь следовать этому принципу. Но все-таки Алиэкспресс заставил меня купить одну сумку. Но я не жалею. Я купила себе шоппер. Это называется в простонародье. И вот тоже вы видели в моих влогах. Но сегодня про коллекцию поэтому показываю. Он такой тряпочный, тканевый. Мне нравится то, что тканевый. Его можно постирать. Я уже стирала этот шоппер. Серый красивый цвет. Мне с детства этот мышиный серый цвет очень нравится. И вот таких два кармана глубоких. Там тоже можно что-то хранить с нашивочкой. Сзади ничего. Есть длинная короткая ручка. И две обычных носить. Он вообще не держит форму. Зато у него есть замок. Здесь, как у всех сумок, есть боковые два кармана и один большой карман. Но мне уже в кучу раз спросили, где я купила этот шоппер. Кучу комплиментов про него сказали. Потому что он реально классно выглядит. Там были разные оттенки, но почему-то серый мне больше всего нравится. Очень люблю носить его летом. Он легкий. Он такой как мешочек. И ей под все подходит. Как бы смешно это ни звучало, но следующую сумочку мне тоже подарили. Подарил Саше на день фотографа. Это было два года назад, по-моему. В 21 году, если не ошибаюсь. Вот такая сумочка красивая. Я хотела средний размер. Эта сумка уже из кожи. Она не из дешевых. Поэтому я ее берегу, как Денису Ока. Потому что дорогих сумок у меня еще не было. Средний размер. Тоже такой серо-молочный цвет. Под все подходит. У меня есть такая ручка. С такими штучками, которые регулируются. В сумочке сзади есть маленький кармашек. Я обожаю кармашки. Внутри есть молния и тоже есть кармашки. Очень люблю эту сумку. Она у меня постоянно летом со мной. И с ней очень легко комбинировать летний образ. Потому что все футболки у меня практически светлые. Храню ее в специальном чехле для сумки. Пока нравится. Очень-очень довольна. Следующая сумка это тоже подарок. Но подарок уже на мой прошлый день рождения. Который был вот в предыдущем году. Смешно? Нет. Хотя подождите. Или в этом году? Нет. Эта сумка была, наверное, подарком в этом году. Потому что в этом году началась война. Я уже с ней ходила. Это подарок на этот год. И я поняла, что очень люблю сумки, когда мне их дали. Мы тоже пошли в тот же магазин, в котором покупали предыдущую сумку. Потому что качество мне понравилось. В этот раз я хотела классическую черную сумку под мой новый пуховик. Который тоже я показывала в своем видео. Когда я неудачно его первый раз выбрала. Эта сумочка у меня в вот таком чехольчике. Она очень тяжелая. На тот момент, когда я покупала, я на это не обратила внимания. Сама сумка большая. Вместительная вот такая. С большим карманом спереди. Я ее обожаю. Она такая классная. У нее есть вот такая ручка. И обычная длинная. Сзади классический. Черный тоже цвет. Маленький карман. Но она тяжеленная просто. У нее очень классная. Тяжелая фурнитура. Внутри есть сколько отделений. Так, внутри у нее, по-моему, два отделения. Да, два отделения. Вот такая подкладка кофейная красивая. Я всю зиму просто протягала эту сумку. Она такая удобная. Я просто в нее влюблена. Хранила тоже как знецок. Это очень классный подарок. Мне нравится ее качество. В этом плане Саша мне убедил, что сумки нужно покупать качественные. А почему, я вам покажу на примере последней сумочки. Дальше наступило лето. И мне снова понадобилась новая сумка. Вот скажите, да? Зачем тебе, Наташа, новая сумка, когда у тебя есть вот эта вот классная сумка, дорогая? Нет, мне нужен белый рюкзак. Потому что у меня был белый рюкзак, который мне брат тоже подарил. Но я его затягала, просто затаскала до того, что он просто стерся нафиг. Я решила себе купить такой же рюкзак, но не нашла. Я пошла в один магазин. Там был хороший рюкзачок, который стоил просто бешеных денег. Я говорю, нет, Саша, пошли на рынок, где мы покупали мой серый портфельчик. Мы пошли туда, и там были классные рюкзаки, намного дешевле. Такого же качества. Я еще не раз видела этот же рюкзак дороже. Насколько я умная. Купила я себе вот такой милашечный рюкзак. Я вам тоже его показывала. Тоже его очень люблю. Мне нравится он тем, что он тоже универсальный. Есть бежевый цвет такой. Ну и молочный, больше топленое молоко. Черно-белые вставки. Можно комбинировать с разной обувью. Они очень подходят под мои кроссовки. Из тарти черные с светлой подошвой. Он очень вместительный, красивый. У него есть длинная ручка. Его можно носить как сумка. Короткая ручка, а также как рюкзак он классный. И он упругий. У меня был предыдущий рюкзак. Он был такой вещь мягкий. Мне это не нравится. Я люблю упругие сумки, чтобы там можно было что-то найти. Купила его. Ни капли не жалею. Хотя Боня, кстати, тоже пыталась его поцарапать. Немножечко задела. Очень-очень классный. Думаю, что буду ходить с ним еще не раз. Ну и последняя сумочка, которую я себе купила. Это совсем недавно. Купила я ее себе, потому что купила черную жилетку. Мне надо было черная, легкая, маленькая сумочка через плечо, чтобы комбинировать на осень наряды свои. Я хотела сначала маленький рюкзачок, но потом поняла, что я не хочу рюкзак. У меня тяжело с ним ходить. У меня от него болит спина. После бежевого я это поняла. И я купила себе обычную черную сумку. Помните, да? Я вам показывала в видео. Она мне сейчас нагружена. Поэтому, ой, нагружена ее так сильно не видно. Вот такая она маленькая. Сбоку есть кармашки на молнии, которые служат еще и декором. Она вот мешковатой формы, но среднего размера. Тут большой карман есть. Здесь два отделения. Не буду показывать, там много всего у меня. И большая длинная ручка. Также есть такая двойная короткая ручка. Вот такая сумка. Но в ней есть огромный минус, о котором я знала изначально. Но как-то не придала этому значения, потому что нормальных сумок там не было, а сумка не нужна была. Это то, что когда сумку сильно нагружаешь, вот этот карман просто вот так оттопыривается. И стоит. Как бы я его не приглаживала, все равно он вот такой просит кушать. А вещей я ношу очень много. Поэтому такая беда с этой сумкой. Во всем остальном мне она тоже очень нравится. Я ее уже полюбила. Она, конечно, намного проще по качеству, чем вот эта черная моя. И намного дешевле. Но, тем не менее, я ее ношу. Несмотря даже на вот этот карман. Вот такая я шапоголичка по сумкам. Итого, девочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня семь сумок. Ну, я считаю, у рюкзаки сюда же. Одна маленькая косметичка Clutch. И это с учетом того, что я две уже выбросила или три, потому что не носила. У меня их было очень много, намного больше. И вы знаете, они мне все подходят. Это мой идеальный набор. Не знаю, какую сумку мне еще захочется. Напишите, какая сумка вам понравилась больше всего и сколько у вас сумок. Мне очень интересно, есть ли девочки с обычным достатком, у которых много сумок. Или вы, наоборот, покупаете одну сумку, снашиваете ее, как я делала раньше, а потом покупаете себе новую. У меня, кстати, было в студенческие годы так, что я не успевала занашивать сумки. Я каждый сезон покупала себе новую, потому что не стоили копейки. Цены были просто тфу. А я получала стипению. И я эту сумку отдавала маме. И некоторые сумки мама носит до сих пор. Хотя они стоили там по 100 гривен. Так что жду ваших комментариев. Спасибо за запрос. Пишите, что вам хочется еще посмотреть. А я подосниму для вас, что находятся в моей сумке.